Продолжение партнерских отношений. Администрация округа и представители совместной компании «Русвет Петра» обсудили ход строительства детского сада по улице Авиаторов. В рамках подписанного протокола к соглашению о сотрудничестве компания выделит 30 миллионов рублей на строительство социально значимого объекта. О ходе реализации социально значимого проекта стороны говорили на заседании Координационного комитета по вопросу реализации протокола Строительство детского сада на 220 мест по улице Авиаторов началось в декабря 2015 года, когда был подписан контракт с подрядчиком. По итогам проведенных торгов им стала компания «Строительно-монтажное управление» из города Краснодара. Государственным заказчиком объекта выступил централизованный стройзаказчик. Общий объём финансирования цена контракта 320 миллионов рублей. Также мы предполагаем о том, что на 2016 год мы получим федеральное финансирование на строительство данного объекта в размере 73 миллионов рублей. Соответственно, предлагаем компанию «Росвитпетро» в соответствии с протоколом рассмотреть возможность максимально возможных коротких сроков перечислить средства в окружный бюджет, которые также будут из-за расходов на строительство данного садика. Сегодня на объекте ведутся работы по забивке свай. Ожидается прибытие недостающего строительного материала. По словам Дмитрия Рожина, работу планируют завершить в следующем году. В свою очередь, заместитель генерального директора «Росвитпетро» по общим вопросам Андрей Ванюков заверил, средства на строительство в окружной бюджет будут перечислены компанией в максимально короткие сроки. Специфика компании заключается в том, что у нас два участника, не только российский в виде зарубежнефти, но и вьетнамский, Петровьетнам. Поэтому для нас очень важна транспарентность, в которой мы работаем. То есть все наши действия понятны, прозрачны. На это особо делают упор наши участники. Я думаю, что такой уровень взаимодействия и работы будет продолжаться и в перспективе. В прошлом году также в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве компания «Росвитпетро» выделила более 24 миллионов рублей в школе-саду в посёлке Бугрино. На эти средства было переоборудовано здание администрации Колгуевского сельсовета, куда переехало образовательное учреждение. «Насколько мы оперативно решили этот вопрос, благодаря участию компании в прошлом году, здесь хотелось бы тоже большие слава и благодарности выразить. А этот проект, он значим для региона, потому что у нас есть потребности как раз в местах в детском саду, потому что особенно от полутора до трёх лет, которые мы сейчас стараемся эту проблему решить. И участие компании, финансовое участие, и довольно оперативное участие, оно помогает эти проблемы решать». Также в 2015 году нефтяники приобрели кареты скорой помощи для Ненецкой окружной больницы. С 2009 года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Ненецкого округа и «Росвитпетро», компания приняла участие в нескольких проектах на условиях софинансирования. Это строительство школы на 300 мест в посёлке Красное, детского сада Яслий на 220 мест на лесозаводе, а также строительство больницы и бани в посёлке Харивер. Валентина Чибичек, Антон Водряков, телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова